Закон о вынужденной коррупции еще не приняли, а разговоров о нем уже немало. Сейчас он на стадии общественного обсуждения. Но из-за недостаточности понимания, что же именно будет входить в так называемые обстоятельства непреодолимой силы, у людей возникают недоумения. Это как-то звучит нелепо, по-моему. Неправдоподобно, по крайней мере. Я считаю, что это зависит от конкретной какой-то ситуации. Вот так абстрактно говорить, да, согласен или нет, не согласен, мне кажется, нельзя. Людей пытаются к заголовкам и убедить в том, что якобы принят закон, который освобождает чиновников от ответственности за коррупционные преступления. На самом деле все не так. И если жители слабо понимают законопроект, чиновники, на которых он и направлен, уже разобрались и даже приняли позицию «за», без иронии. По словам главы Сибирского сельсовета, этот закон необходим. Благодаря ему можно будет избежать проволочек, когда надо действовать незамедлительно. Когда в каком-то муниципалитете маленьком невозможно найти, например, специалиста по финансам, кроме как родную дочь, например. Как вы представляете работать без финансистов в сельской администрации или в районе? Да никак. Все станет наглухо, напрочь, потому что казначейство остановит все платежи. А бывает, что такая ситуация позволяет решить проблему целой территории. Вот, собственно, вот он дух и буква этого закона. Еще один пример чрезвычайной ситуации, когда можно избежать потери времени на бюрократию и действовать напрямую, и пока незаконно. Но если в этом случае понять закон можно, то когда речь пойдет про взятки, вынужденностью коррупции не прикрыться. Скорее всего, документ работать не будет, потому что коррупционные преступления или правонарушения, они все, как правило, предполагают очевидную умышленную форму вины. То есть человек контролирует себя и понимает, что он делает. По неосторожности украсть невозможно. Или украсть силу непредалимую силу из бюджета. Деньги рациональных использовать, взять взятку. То есть мы понимаем, что это немыслимо. Так каким в итоге будет закон и возникнет ли в России вынужденная коррупция, пока неизвестно. А пока каждый из нас может высказать свое мнение в рамках общественного обсуждения. Илья Кчетков, Дмитрий Денисов. День с толком.